Сегодня утром на одном из региональных информационных порталов было опубликовано фейковое видео. Авторолик обращает внимание на якобы вброс избирательных бюллетеней на участке 3207 Димитровграде. Чтобы разобраться в ситуации, на экстренное совещание были приглашены все участники событий. Для того, чтобы понять, что происходило на этом самом избирательном участке, мы сегодня на нашу встречу с журналистами, с вами, уважаемые коллеги, пригласили непосредственных участников событий, что называется, и членов избирательной комиссии участковой, и председателя территориальной избирательной комиссии города Димитровграда. Члены избирательной комиссии, в которой просим заметить, присутствуют представители четырех партий. По очереди рассказывали о том, какой негатив обрушился на них в социальных сетях. А ведь многие из них не раз были участниками избирательной кампании, а в данный момент являются заслуженными учителями и работниками города. Они с трудом сдерживали слезы, говоря о жесткой клевете в свой адрес. Потому что это пятно на всю избирательную систему, на все участковые избирательные комиссии. И потом очень трудно будет в дальнейшем формировать участковые комиссии. Многие могут просто не согласиться. На смонтированном ролике, который выложили в сеть, видна далеко не полная картина происходящего. Вот, например, фрагмент, где автор обращает внимание на то, что в урну падают сразу два бюллетеня. Но при этом важный момент разъяснения он упускает. Из-за узких прорезей бумага попросту застревает. Так, предыдущий бюллетень женщины сразу не упал в урну, а новый протолкнул предшествующий. Качество картинки фейкового видео явно занижено, а внимание зрителей акцентируется специально на второстепенных моментах. Убедиться в том, что толщина прорези урны действительно затрудняет проход бюллетеней, предложили представителям СМИ. В настоящее время члены территориальной комиссии обратились с заявлением в полицию. По данному делу сейчас идет разбирательство, а члены комиссии избирательного участка номер 3207 надеются, что виновные будут найдены и обязательно наказаны. Кристина Жакот, Юрий Конихин, Новости Ульяновской правды.